Добрый вечер! В прямом эфире информационная программа Вести Кабардино-Валкария. С главными событиями дня в республике вас познакомит Зелина Суанова и Беслан Судимов. Смотрите в этом выпуске. В большинстве многоэтажек заменили лифты, отремонтировали около тысячи домов. В республике продолжается модернизация ЖКХ. Промежуточные итоги озвучил сегодня глава профильного ведомства. Мы планируем сделать полный ремонт фасада, заменить все окна, побелить все здание изнутри. В школах республики началась подготовка к новому учебному году. До своего дня рождения не дожил несколько дней. Ушел из жизни кабардинский писатель Заур Налоев. И теперь подробнее об этих и других событиях. Государственное частное партнерство должно прийти и в сферу ЖКХ республики. Это предложение было сегодня озвучено в Доме правительства на совещании главы Кабардино-Валкарии с членами Кабинета министров. По итогам работы ведомства за 2011 и первое полугодие нынешнего года отчитывался Мустафир Кулиев, председатель Госкомитета КБР по жилищно-коммунальному хозяйству. О том, насколько удалось снизить уровень изношенности водопроводных и теплосетей, за это время наш специальный корреспондент Марина Ярославская. Форму совещания сегодня изменил сам Арсен Коноков. За сухими информационными цифрами должна следовать реакция общественности. И пригласил на заслуживание отчета руководителя Госкомитета по ЖКХ, Общественную палату, парламент КБР и весь кабинет министров. Доклад Мустафир Кулиев начал не с количества, а с качества проделанной работы. Заменили в республике половину лифтов в многоэтажках, построили новые котельные, обновили больше 200 километров водопровода и капитально отремонтировали около 1000 домов. В полную силу заработала и программа по переселению из аварийного жилья. Уже улучшены жилищные условия 735 человек из 46 аварийных домов. Построены еще два маленьких квартирных дома в городском округе Нальчик, по улице Отожукина и по улице Профсоюзна. В одном доме у нас 80 квартир, дом 80 квартир, все 80 квартир принадлежат казне. В другом доме из 120 квартир, доме Павла Тожукина, 93 квартиры принадлежат казне. Общая площадь построенного жилья составляет 11 400 квадратных метров. Акцентировал внимание глава республики на долгах за услуги ЖКХ. Так, по прогнозам, в общереспубликанском масштабе долгов за газ в этом году быть не должно, сказал Кулиев. Но это только текущие платежи есть, незакрытые дыры прошлых лет. В масштабе же одной семьи трудности в связи с повышением тарифа. Как только повышаются цены на тарифы, естественно, это начинает обсуждаться в целом для людей. А с учетом того, что в принципе эти цены растут, к сожалению, заработная плата у населения не так адекватно вырастает. И не все даже люди способны себя обеспечить необходимыми этими платежами, которые нужно осуществлять. Поэтому это вызывает нарекания со стороны жителей нашей республики. И это тоже мы должны учитывать. И хочу сказать, что независимо от всех тех недостатков, о чем я говорю, но в целом мы без боев работает вся система обеспечения и теплом, и водой, и газом. Промониторили ситуацию и парламентарии. Председатель комитета по строительству ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу назвал причиной прорех в работе. Кроется она, по мнению Валерия Гриневича, в разнице запланированных расходов и фактических. Так, по программе жилища заложено было 308 миллионов рублей, а по существу выделили всего 5 миллионов. Низкий процент реализации программ, как нам представляется, свидетельствует о завышенных бюджетных обязательствах, о их финансировании и недостаточной проработке привлечения в небюджетные источники. Так, за 2010-2012 годы удалось снизить износ тепла и водосетей почти на 15%. Но и эта ситуация с потерей энергоресурсов изменила не сильно. Больше половины оборудования котельных нужно обновлять. Марина Ярославская, Слан-Картанов, Вести, Кабардино-Балкария. И сегодня же в Доме правительства Кабардино-Балкарии состоялось заседание Кабинета министров. В повестке дня было 20 вопросов социально-экономического характера. В числе рассмотренных документов финансирование спортивной сферы, проведение аварийно-восстановительных работ в населенных пунктах, пострадавших от Июньского града. Подробности у нашего специального корреспондента Сафара Гириева. В числе первых Кабинет министров одобрил план заседания правительства на 3 квартал текущего года. Заслушали информацию об исполнении указаний президента России. Минтрансреспублики отрапортовал. Практически все поручения выполнены. В 2011 году проведены проверки состояния антитеррористической защиты. По результатам информации и предложения по устранению выявленных достатков направлено заинтересованным министерством и ведомством. Российским железнодорогам для железнодорожных вокзалов, станций Натчик и Прохладная закуплено 15 единиц современного оборудования на 50 миллионов рублей для досмотра пассажиров и багажа. На заседании приняты соответствующие документы по финансированию спортивной отрасли и оказанию материальной помощи группе граждан республики. Правительство Кабардино-Балкарии также утвердило постановление о переименовании Натчикского рома-интерната для умственно отсталых детей в госучреждение Натчикский психоневрологический интернат. Решение об изменении названий было принято и в отношении интерната в Черекском районе. Отныне это кадетская школа-интернат селения Бабуген. Социальная программа по укреплению материальной технической базы и учреждений соцобслуживания населения и оказанию адресной помощи неработающим пенсионерам кабинетом министров была утверждена единогласно. В текущем году на эти цели Пенсионным фондом России и Республике выделяется свыше 4,5 миллионов рублей. Мы планируем в текущем году осуществить капитальный ремонт комплексного социального центра, центра социального обслуживания в Зольском районе, осуществить капитальный ремонт столовой в Черекском психоневрологическом интернате, приобрести ряд автотранспорта, также оказать материальную помощь неработающим пенсионерам на сумму более 700 тысяч рублей. Правительство также приняло проект распоряжения о выделении средств на выполнение аварийно-восстановительных работ в муниципалитетах, на которые недавно обрушилась стихия. Это касается Терского, Баксанского, Лебрусского и Черекского районов. Вел заседание 1-й зампред правительства республики Валерий Жилов. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести, Габардино-Балкария. Сегодня в фонде культуры представители Русской Православной Церкви, правозащитники и общественные действия обсудили проект документа оппозиции РПЦ по ювенальной юстиции. Жаркие споры о введении в России такой системы правосудия ведутся уже давно. Мнения разнятся, особенно в вопросе, должны ли малообеспеченные семьи воспитывать детей. Продолжит Елена Кушкова. Основные доводы «за» и «против» вращаются вокруг одного вопроса. Где находится та самая грань, которая отделяет защиту прав и свободу ребенка от покушения на право родителей воспитывать собственных детей? В проекте федерального закона «Основы законодательства и ювенальной юстиции» по мнению ряда экспертов, есть масса недосчетов. Один из которых – малообеспеченные родители не должны воспитывать детей. Их надо изымать из семьи, чтобы уже государство обеспечивало их счастливое детство. Но здесь вот говорится о семье, которая находится в социально опасном положении. В обществе это положение вызвало обсуждение широкое. Что это за семья, которая находится в социально опасном положении. Наверное, эта семья бедная. Наверное, у семьи не хватает средств для воспитания своих детей. Что бедность не порог, но повод к лишению родительских прав епархия удостоверилась на примере одного из священнослужителей. Его хотели лишить родительских прав из-за неблагополучного материального положения. Подобные случаи, конечно, не являются обычной практикой органов опеки и попечительства. Однако с введением в ювенальной юстиции вполне могут стать делом обыденным, считают общественники. Причин для опасений нет, утверждает детский амбудсмен Светлана Агузова. Технологии в ювенальной юстиции в нашей стране используются еще с прошлого века. Мы уже, начиная с 95-го года, применяем различные технологии в ювенальной юстиции. Независимо от того, хотели мы этого или не хотели, наш социально-экономический строй, который изменился, и для того, чтобы в мировом сообществе мы могли выглядеть как сильное государство, и чтобы наши дети могли быть грамотными, мы пошли на это. Простая статистика. В городе Нальчике 40 семей, которые находятся в социально опасном положении. Что станет с этими родителями, а главное их малолетними детьми, после принятия закона о ювенальной юстиции, сегодня предугадать сложно. Разработчики пока стремятся перенять положительный опыт у европейцев, адаптировать это под особенности отечественного права и ментальности, и получить в итоге документ, который в полной мере сможет защитить права ребенка. Елена Кушхова, Альберкорцаев, Заур Канкулов, Вести, Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии началась подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Власти этот вопрос держат на особым контроле. Значительные финансовые средства выделены не только на ремонт, но и на укрепление материально-технической базы. Чистые столы, свежевыкрашенные полы и стены, новое оборудование в классах. Для того, чтобы все выглядело именно так, придется немало потрудиться и строителям, самим работникам школ. Только в Нальчике к встрече детей нужно подготовить около 60 общеобразовательных, дошкольных и учреждений дополнительного образования. 15-я средняя школа в селении Белая Речка. Рассчитана она на 300 детей вместе с детсадовскими малышами. Сегодня корпусы здания выглядят так, как будто им не 23 года, а все 70. Капитальный ремонт требовался давно. Мы планируем сделать полный ремонт фасада, заменить все окна, побелить все здание изнутри. В общем, по максимуму сделать капремонт школы. Полностью все сделаем, как положено. И в сроки, я думаю, уложимся и все будет нормально. Работа по реконструкции ведется, начиная с кровли, практически на всех этажах. На реконструкцию выделено свыше 4 миллионов рублей. Средства немалые, но и объем работ велик. Сельская школа сегодня является центром обучения и воспитания подрастающего поколения. Потому ее состояние и материально-техническое обеспечение напрямую влияют на атмосферу в целом на селе. По подготовке образовательных учреждений к новому учебному году при администрации Нальчика создан специальный штаб, где обсуждаются вопросы оказания конкретной помощи той или иной школе или детсаду. Такой подход поможет завершить ремонтные работы раньше намеченного графика, надеются руководители образовательных учреждений. Сегодня утром на 1984 году ушел из жизни Заур Налоев. Писатель, литературовед, основатель Кабардинского национального движения. Он был выдающимся адыгским просвидителем второй половины 20 века и занимался творческой деятельностью более 65 лет. Труды Заура Налоева изучают в институтах гуманитарных исследований Кабардино-Балкарии, Карачаева, Черкесии и Адыгей. Они включены в школьную программу. Писатель по крупицам собирал и восстанавливал утраченные страницы адыгского фольклора во время общения с жителями аулов и сел в своих многочисленных научных экспедициях. Налоев был депутатом Верховного Совета КБССР, тамадой общественной организации Адыга Хасы, членом Конгресса Кабардинского народа и Совета Международной Черкесской Ассоциации. Ему принадлежат многочисленные литературно-критические статьи, исследования и монографии. Зауру Налоеву присвоены почетные звания профессора Абхазского государственного университета, заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарии. Он награжден Орденом Леона, высшей наградой Абхазии. Налоев активно участвовал в общественной жизни народа, содействовал сохранению и развитию национальной культуры и искусства родного языка, приобщению людей к духовному богатству народа, его истории, традициям и обычаям. По организации похорон Заура Налоева создана специальная комиссия. Траурный митинг и прощание с видным ученым, писателем и общественным деятелем республики состоится завтра в Кабардинском драмтеатре имени Алиша Генсукова в 10 часов утра. В эти минуты в государственном концертном зале Нальчика проходит торжественный вечер, посвященный столетию народного поэта Кабардином Балкарии Кирима Атарова. Участие в нем принимают представители общественности республики и писатели из разных регионов России. В ГКЗ работает наша съемочная группа. Сейчас на прямую связь со студией вышел наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. Здравствуйте, Альберт, вам слово. О, земля, сладок мед твой, а соль так горька, я немало прошел твоих трудных дорог и остались на них навсегда на века капли крови моей и следы моих ног. Здравствуйте, коллеги. Эти сроки, наверное, как нельзя лучше выражают главную мысль, которая красной нитью проходит через все творчество Кирима Атарова. Это участие в судьбе родного народа и понимание всей горечи, которая выпала на его долю. Кирим Атаров пришел в литературу в 30-х годах со всем молодым человеком. И собратья по Перу сегодня вспоминают, каким он был. Он добрый, справедливый, простой и отзывчивый. На его долю выпала немало трудностей. Война, депортация, промахи и неудачи в жизни. Однако, как рассказывают сегодня выступающие со сцены, Кирим Атаров никогда не изменял своему призванию и долгу. Долгу поэта истинного сына болгарского народа и человека с большой буквы. Глубоко усвоив уроки своего учителя Кизима Мичиева, Кирим Атаров сумел проложить в литературе свой собственный путь. По единодушному признанию литературоведов, он мастерски соединял в своем творчестве проникновенный лилизм и эпическую обобщенность. Острый сатирический взгляд на те или иные явления жизни с высоким публистическим накалом стеками. Коллеги, сейчас со сцены звучат стихи поэта, которые сыскали народную любовь еще при жизни автора. Каким получился вечер, посвященный памяти и столетию Кирима Атарова, я смогу подробно рассказать уже в завтрашнем выпуске. А сейчас я слово вновь передаю вам. Спасибо, Альберт. С ГКЗ, где сейчас проходит торжественный вечер, посвященный столетию со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии Кирима Атарова, был наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. На этом служба информации завершает свою работу. Напоминаем все новости нашей программы, вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. Далее прогноз погоды. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Коллекция очков 2012. Мировые тренды. Сделай свой выбор. Сеть салонов «Линар Оптик». Ногмова 70. Туристическая фирма «Астур». Здравствуйте. По данным информационного агентства «Метя новости», в предстоящие сутки на территории республики ветер будет северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. В Зольском районе малооблачно небольшой дождь. Гроза плюс 24. В горах несущественные осадки. У подножия Альбруса 16 градусов. В Тернаузе тоже временами дождь. 19 градусов тепла. Не исключены незначительные осадки. В Баксане, Чигеме и Норткале плюс 26-27. Кратковременные грозовые дожди вероятны и в Прохладинском и Майском районах плюс 28. Такая же погода и в Терском и Лискенском. Температура в пределах 26-27 градусов. Дождливые в Черекском районе 25 тепла. В Нальчике переменная облачность. Возможно, небольшой дождь с грозой плюс 26. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. В магазине офис и дом итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальня московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик, улица Кирова, 294. Редактор субтитров А.Семкин.